Дорогая Церковь! Перед нашей общей церковной молитвой я желаю поделиться местом Священного Писания, иметь короткое рассуждение, потом вместе склониться и прославить нашего Господа. Евангелие Иоанна, 14 глава. Прочитаем с 1 стиха. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня, и Иисус говорит, веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и пусть знаете». Фома сказал ему, «Господи, не знаем, куда ты идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему, «Я – путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его, и видели Его». Филипп сказал ему, «Господи, покажи нам Отца, и довольны для нас». Иисус сказал ему, «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп, видевши Меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне. А если не так, то верьте Мне по самим делам». Эту главу, когда читаешь, невозможно остановиться и найти точку конца мысли. Она продолжается до 15 стиха. Это великолепная глава, которая описана апостолом. Иисус разговаривал с учениками. Он приготовил их к своему отшествию. Приготавливал и утешал, успокаивал. Дальше говорит, что для вас лучше, чтобы я ушел. Придет некто другой. А вот здесь, в этом отрывке, мы видим, в центре Иисус ставит себя. Он говорит, я есть им путь, я истина, я жизнь, я ухожу, я приготовлю место, приду, возьму вас, чтобы вы были со Мною. Ученики не все поняли, хотя три года он их учил. И они говорят, покажи нам Отца. Он говорит, видевший Меня, видел Отца. Отец во Мне, Я в Нем. Вот оно единение, когда мы говорим о триединстве Бога. Иисус, находясь во плоти, вот такой, как мы, но Он был Бог. И Он говорит, Отец Мой во Мне, Я в Нем. Если Я говорю слова, не Мои слова, а Отца слова. Характер Мой, который вы видите, это характер Бога Отца. Он своим воплощением показал нам Бога, любящего. Он открыл нам путь к Нему. Иисус Христос, живя на земле, Он не только познакомил с Богом Отцом, не только показал и сказал, где путь правильный, не только дал заповеди. Нечто большее Он сделал. Он далее говорит, я уйду, но Бог возьмет от Меня и даст вам Духа Утешили, который с вами будет и в вас прибудет. Такое не слышали про отцы. Такое не испытали пророки. Они знали Бога, Духа Святого, который разговаривал с ними, который вдохновлял, который говорил, и они говорили именем Его. Но они не испытали. Это Иисус говорит, если вы не верите, тогда моим делам поверьте. Иисус Христос Сам необходимость наша. Без Него нету пути к Богу. Никто не может прийти другим путем. Так Слово говорит, так Бог говорит. Только через Иисуса Христа. Недостаточно знать о Иисусе Христе. Важно иметь вот это единение, чтобы Он был в нас. Неверно будет, если мы в Иисусе Христе будем видеть просто Учителя, Наставника, Утешителя, Целителя. Он является Учителем. Но когда мы говорим об Учителе, это Личность как бы вне нас, которая нас научает, и мы потом рассуждаем и поступаем, которая утешает нас, когда у нас трудности, которая дает нам наставление, когда мы нуждаемся в этом, которая исцеляет, когда мы нуждаемся и приходим. Он нечто большее. Он, живущий в нас Духом Святым, руководит нами и научает и через Слово, и в Духе нашем, и наставляет, и обличает, и утешает, когда нам необходимо, исцеляет. Это новая жизнь во Христе, когда Христос в нас. И это начало новой жизни, оно происходит, когда мы сознательно, когда человек, не знающий Бога, когда приблизится, узнал, и во свете Слова Его он увидел себя погибшим грешником, потому что вне Иисуса Христа нету спасения. Только в Иисусе Христе есть жизнь вечная и общение с Богом. И Он сознает свою греховность и приходит и говорит, Господь, я понимаю, сознаю, Ты есть путь, Ты есть истина, и Ты жизнь, жизнь вечная. Прости, омой меня и войди в жизнь мою. Это начало новой духовной жизни, рождения, которое продолжается. Христос желает быть в нашем сердце и управлять нашей жизнью. Он желает очистить наше сердце от всякого хлама, который мешал бы и мешает, чтобы он сиял в нашей жизни повседневной. И когда христианин встречается, это чудное начало новой жизни, и начинается жизнь, и она продлевается до вечности с Иисусом Христом, когда Он и наставляет, и обличает, и освящает, и ведет путем через познание Его к святой и праведной жизни. И это происходит ежедневно, когда мы в разуме своем, сердце своем принимаем, Господи, руководи мною, управляй мною. Вот тогда наши и слова будут благодатными, тогда наши мысли будут чистыми, тогда наши взаимоотношения будут мирными, радостными в семье, мужа с женою, детей с родителями, в родстве нашем, в церкви нашей. Иногда в практике получается по-другому. Почему? Я скажу одно. Не даем места Христу, чтобы Он царствовал, чтобы Он управлял разумом моим, словами моими и поступками моими. Тогда происходят и конфликты, и недопонимания, и разногласия, и вражда. И тогда апостол Павел рассудовая говорит, «Ну, не плотские ли вы?» Вот это, когда мы сами себя исследуем, испытываем и можем увидеть. И это необходимо, потому что я распят, а Христос, Он живет во мне. Плоть моя, если она побеждает, тогда дух в унынии. Такого не должно быть. Апостол Павел говорит, возможно ли жизнь такая вот радостная, чтобы Господь управлял моей жизнью? Возможно, апостол Павел говорит, и уже не я живу, а живет во мне Христос. Возможно. Но это жизнь победы, это усилие, это согласие, чтобы Он, живущий, управлял мною, а мне, мои природные, плотские наклонности нужно распинать. Это решение здесь и здесь, каждый день. Я помню, не так давно пришло на наш вот телефонный звонок первой помощи, когда мы в молитвах. Я всегда с уважением отношусь к молитвам, когда просят и участвую в этом. И там была нужда за брата, который находится в больнице, и просьба о его исцелении. Я так подумал, так конкретно, так сосредоточенно, так строго мы подходим к Богу. Я в смысле, я за молитву об исцелении, но, знаете, важно, чтобы понимать, кто я и кто Бог, чтобы нам не продиктовать Богу условие мое. Господи, а я вот прошу Тебя, дай мне вот это. Это как раз было после наших переживаний в семье, вот когда наша сестра ушла в вечность. Когда мы узнали, она болеет, мы молились о ней, понятно, молились, чтобы Господь исцелил, послал выздоровление. Но, знаете, вот внутри, в сердце всегда оставляли вот Божью волю. И когда она уже тяжело болела, и мы еще раз говорили, я говорю, Раиса наша, она бороться за жизнь не будет. Я знаю ее, в смысле, и знаю ее переживания, болезни, и боли ее. Она успела сделать все возможное. Когда ее уже перевели в больничку не по ее желанию, и она написала сестре текст месяч, и говорит, Валя, я думаю, это последнее письмо, которое тебе написало. Я ухожу в Госпож. Я подумал, это что толкнуло ее? Она не любит жизнь? Она любит жизнь. Она всегда была жизнерадостная. Она не любит детей своих, она любит детей своих и внуков. Это пришло желание быть с тем, который внутри живет и который к себе зовет, потому что это не сравненно лучше для нее, больнее и труднее для тех, кто остались сегодня. До сих пор, особенно дети, им трудно, ну вот, принять, что ни папы, ни мамы нету. Говорит, мы в дом пришли, и вот стараемся все, и папиные проповеди, и кассеты, и ноты, и все сложите. Их больше никогда не будет. Трудно принять. А для них, дорогие братья и сестры, тот, который живет в нас, его имя еще одно, жизнь вечная. Для меня трудно понять, для людей нас, потому что всему есть начало и всему есть конец, а это жизнь вечная, которая не будет конца. И вы представляете, короткие 70, при большей крепости 80 лет, а потом бесконечность, вечность, и вот ради нее, ради вечности, прекрасности, с Господом, во временной жизни, как важно нам научиться заповедью исполнять. Он будет дальше говорить Иисус Христос. Если исполнить заповеди, вы мои ученики, если я прибуду в вас, то слова, которые я говорю вам, они в вас прибудут. Дорогой друг, может быть, у тебя не было начала такой вот жизни, когда ты посвятил себя Иисусу Христу и повелел, чтобы Он вошел в твою жизнь и Он руководил тобою. Это необходимо сделать. Это во время, когда Он призывает. Это время, я верю, и сегодня благоприятное. Дорогой брат и сестра, ты можешь сказать, что Христос, Он говорит, я с вами буду и в вас прибуду. Можно сказать, что мой Господь Иисус Христос, Он со мною, Он в жизни моей повседневной рядом со мною. Можно сказать, что Иисус Христос, более того, Он во мне. Он руководит мною, Он управляет мною, Он меня ведет к вечности. И когда эта вечность начнется, закончится земная жизнь, никто из нас не знает. Только это реальность. И нам быть готовыми к этому, встречи с Ним. А время на нашу жизнь, сколько Господь продлевает, нам бы прожить в союзе с Ним. Я в Нем, а Он во мне. Потому что Он сказал, уходя от земли и сея с вами во все дни до скончания века, слава Ему за это. Аминь. Помолимся, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok